Всем привет! Прямо сейчас вместе с вами обсудим новости криптовалютного рыночка, что происходит, куда сейчас можно хорошенько войти, чтобы заработать, что сейчас вообще надо делать, так что давайте не будем затягивать, а побыстрее уже начнем. Итак, первое, о чем я хочу вам сказать, это очень интересная сейчас на данный момент монетка, это PSG Fan Token, почему я так считаю, потому что вот сегодня, сегодня вот в 22.00 произойдет матч PSG Bavaria, это в футболе очень важный матч, а при St.German Fan Token это в общем-то токен этой футбольной команды. Поэтому, если сравнить эту монетку с графиком игр этой футбольной команды, можно понять, что когда у этой футбольной команды важные матчи, эта монетка подрастает. Я вам хочу сказать, что вот сейчас можно тоже заметить вот эти все росты, они происходили в основном во время игр этой футбольной команды. Поэтому я думаю, что сегодня не будет исключением, я купил эту монетку, конечно, что-то я пока что сильного роста не вижу, тем не менее, даже если и не произойдет этого роста, который я ожидаю ближе уже к игре, ближе к 10 часам вечера. Но, тем не менее, не важно, я не покупал ее на всю котлету, у меня куплено не так много этих PSG Fan Token, поэтому для меня это абсолютно не печально, солью в другой раз эту монетку, если она будет херово себя показывать. Ну, я ее купил, я ожидаю, все равно, я ожидаю, тем не менее, что она придет хотя бы, ну, хотя бы, хотя бы, хотя бы, я хочу ее видеть на 40. Вот до 40, я думаю, в какой-то пик она может спокойненько себе прийти. Это не так много, но это минимум, куда я хочу ее видеть. Конечно, лучше дальше, хотя бы до 44, да, но это уже, в общем-то, не факт, не факт. Но на 40, я думаю, она придет. Будем смотреть. Так, это первое, что я хотел вам показать, это Paris Saint-Germain Fan Token. Идем дальше. Дальше хочу вам сказать про Seacoin. Мне многие пишут, типа, все, жопа, Seacoin падает. Да, Seacoin падает, вот вы это прекрасно сами тут видите. За последнее время упал, насколько тут написано, на 5,5%. Вот тут тоже видно, что Seacoin, ну, тут, наверное, понагляднее будет видно. Seacoin падает. Я его покупал, наверное, где-то вот тут. Да, ну, может, вот тут. Но, в общем-то, у меня просадка по Seacoin конкретно. Это можно даже посмотреть у меня вот в моем кошельке. Где у меня тут Seacoin? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Он у меня сейчас сильно упал, да, прям на процентов, наверное, 20 он упал у меня. Но меня это абсолютно, наверное, не расстраивает. Ну, нет, немножко, конечно, печалит, но на самом деле меня печалит не то, что я деньги теряю, потому что я их не теряю. Как бы это, когда пишется вот у вас на ваших биржах, типа, что у вас как бы минус или у вас как бы плюс. Это все типа, если бы вы выводили эти деньги. Если вы деньги оставляете в монетке, то сегодняшний минус завтра может превратиться в плюс. Поэтому это не убыток, это всего лишь, ну, вот временные такие неудобства, я бы сказал. Поэтому я читаю многих известных трейдеров, которые все-таки говорят, что Seacoin будет себя показывать в будущем лучше, что он будет идти дальше. У него пока что это очень, для него это очень хорошие позиции, безусловно. Но многие вложились прямо на пике в него, в том числе и я фактически на пике в него вкладывался. На его пике, ну, на данный момент где-то, может, тут, наверное, тут, скорее всего, я его покупал, уже точно не помню. Он упал, да, видите, сами он сейчас вот упал. Ну, будем, будем надеяться. Я не думаю, что он, я не знаю, что должно произойти, чтобы он вот так полетел. Я не думаю, ну, что должно произойти, чтобы он взял и вот наебнулся по полной. Вряд ли он будет расторговываться вот тут, такими всякими образами, скорее всего, и выйдет, выйдет. Правда, вопрос в том, когда это произойдет, через месяц, через два, ну, наверное. Многие ли дождутся этого момента, ну, многие просто не смогут выдержать нервы. Многие вложили сюда квартиру, да, продали квартиру, купили Seacoin. Ну, поэтому многие просто нервничают. Вот, который раз вам уже говорю, очень важно в криптовалюте не нервничать, ну, просто ждать. А чтобы не нервничать, не надо вкладывать сюда последние деньги. Если у вас мало денег, то вкладывайте и в криптовалюту мало, постепенно. Вот. Это вот, что касается Seacoin, он упал, но будем, конечно, надеяться на его возрастание. Идем дальше. И дальше я хочу вам, конечно же, сказать о BNB, о кривомонетке BNB. Сейчас у нее просто сумасшедший, сумасшедший рост. Давайте ее с вами откроем. BNB USDT. USDT. Вот. Просто она выросла сумасшедшим образом. Вы посмотрите на это. Ну, это просто ужас. Это просто кошмар. Представьте, если бы вы вложились тут, 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 где угодно, вот тут и даже тут, вот здесь вы бы уже получили колоссальную прибыль. Просто, просто колоссально. Вот посмотрите, как она пошла. Просто, фактически, так ровненько улетела. Красиво, безусловно. Очень, очень красиво. Многие говорят, что это начало даже для этой монетки, что она будет дальше уходить. Ну, не знаю. Не знаю, насколько это, конечно, правда. Но вполне вероятно. Сейчас она пошла, вот видите, в такую расторговку. Наверное, будет вот примерно вот так как-то она торговаться. Ну, а дальше, кто знает. Опять же, я думаю, что вниз она не пойдет вот таким вот образом. Как она зашла, так она не уйдет, а будет, ну, может быть, на этом уровне держаться. А может быть, уже и в скором времени улетит наверх. В общем-то, монетка очень хорошая. Я бы ее не советовал продавать. У кого она есть, особенно у кого она в долгосрок, не советовал бы ее сейчас продавать. А покупать я ее, честно сказать, я ее не покупал. На низах, на дне не покупал. На хаях тоже не покупал. Ну, как-то она прошла мимо меня. В принципе, я не жалею. В принципе, я не жалею, потому что за всем рынком не угонишься. Но, конечно, очень перспективная и очень интересная монета. Так, это что у нас касается BNB. Ну, и что еще хотел бы я вам сегодня показать. Это вообще мой кошелек. Мой кошелек. Это один из моих кошельков. Я его просто хочу вам показать. Что у меня вообще происходит. На кошельке, сказать честно, ситуация не очень. Вот Фламинго. Вообще меня разочаровала монета, блядь. Просто полный трэш с ней произошел какой-то. Упала на 20%. Вот. Показываю стрелочкой вниз, значит, упала. Сиакоин упал. Диа. Чуть-чуть, ну, то вырастет, то упадет. То вырастет, то упадет. То есть, такое с ней происходит. Плюс-минус держится на тех цифрах, на которых я ее покупал. МДТ. Ну, то так. Я ее только вчера купил. Пока про нее рано мне что-то говорить. Я думаю, в скором времени я ее продам. Да. Я ее не на долгосрок купил. Ну, так. Побыстренько. Филкоин. Тоже. Тоже монетка плюс-минус смечется туда-сюда. На тех позициях, где я ее покупал. Пока что не назад. Не в плюс, не в минус. Она не прыгает. Ну, прыгает, а чуть-чуть. Луна. Вот Луна меня разочаровала, сказать честно. Почти... Ну, она почти на 10% упала с того момента, как я ее купил. Вот, да. Но говорят, что она, если брать ее на долгосрок, то, в принципе, она будет расти. Вин. Да, я купил на хаях. Многие скажут, совершил ошибку. Ну, хер с ним. Типа, кто же знал, что он чуть-чуть просядет. Я продавать эту монету не собираюсь ни в коем случае. Потому что она, ну, очень такая непредсказуемая. Что происходит с вином? На самом деле, очень трудно как-то предугадать. Как-то слонговать. Ну, откроем этот график. Винг. К тезеру. Ну, посмотрите на эту монету. Многие купили эту монету где-то вот, 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 где-то тут, тут, да, тут, тут. Прям многие покупали по мере того, как она возрастала вот аж сюда. Да, и когда она выросла, многие продали. И она пошла очень быстренько вниз. Когда она пошла вот так вот вниз сюда, все кричали. О, все, жопа, пиздец. Извините меня за отражение. Прям все так кричали. Потом она пошла опять в рост. Все. Ой, покупаем вин. Пошла вниз. Все кричали, продаем. Ну, просто это поведение толпы. Пошла вниз, продаем. Вверх, покупаем. Да. Опять она пошла вверх. Все кричали, продаем. Покупаем. Ну, я ее купил вот здесь. Сейчас покажу. Я уже замазал. Сейчас покажу более наглядненько. Я ее купил вот тут вот где-то, да. Ну, и она просела. Ну, типа, я не знаю, что с ней будет дальше. Может быть, она упадет даже так. Я, опять же, на всю котлету не покупал. Поэтому, в общем-то, мне и не жалко. Если потеряю, то потеряю небольшую сумму денег. Ну, относительно небольшую. Поэтому, в общем-то, на этом буду заканчивать. Прямо сейчас рассказал вам все, что хотел на данный момент. Новости такие были для вас, надеюсь, полезны. Если действительно понравились, было полезно, с вас лайк, подписка на канал. Здесь много информации по крипте. Всякие сигналы, новости полезны для многих. Ну, в общем-то, спасибо за просмотр. С вами был Кодал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok